Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Ренат Бакиров. Клиенты Татфондбанка продолжают активно обращаться за помощью в Фонд поддержки предпринимательства Республики. В основном они это делают через электронную почту. При этом в фонде уже готовы к выдаче около 60 микрозаймов под 5% годовых в сумме более чем на 100 миллионов рублей. Фонд поддержки предпринимательства Татарстана по доверенности от предпринимателей сам запрашивает справки об оборотах в банках. Документы принимаются с 7 утра и до 11 вечера. Всего за помощь обратились пока около 1000 предпринимателей клиентов Татфондбанка и Инсекбанка. Для пострадавших бизнесменов разработаны специальные условия выдачи микрозаймов. Программа по микрозаймам мы назвали ее стабильность. Это действительно так для того, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Если мы раньше говорили о том, что до 300 тысяч рублей это без залога и предприниматель под поручительство собственников бизнеса мог получить микрокредит, это сумма с 300 тысяч увеличена до 600. 300 тысяч рублей это под поручительство собственников бизнеса. 5% годовых ставка до 3 лет. И до 300 тысяч рублей гарантийный фонд Республики Татарстан может выдать поручительство за предпринимателя перед фондом. За это предприниматель ставка увеличится на 0,5% годовых. И не на всю сумму 600 тысяч, а только на ту сумму, которую гарантийный фонд выдаст поручительство за предприниматель. Это то, что касается беззалоговых механизмов. Залоговые механизмы это микрозаймик уже до 3 миллионов рублей. Здесь действительно необходима залога. В залоге мы принимаем как движимое, так и недвижимое имущество. Мы принимаем залог также производственное оборудование, земли. Все, что у предпринимателя может находиться. Владимир Путин поручил правительству России выделить субсидии на проведение в Казани чемпионата мира рабочих профессий. Теперь Кабмин страны должен принять до 15 апреля этого года соответствующие решения. Субсидии из федерального бюджета предназначены на господдержку мирового чемпионата по профмастерству по стандартам WorldSkills в 2019 году в Казани. Также средства выделят и на организацию и проведение профильных национальных турниров и подготовку сборной страны к международным чемпионатам рабочих профессий. Помимо этого президент страны поручил привлечь РЖД и Аэрофлот к участию в популяризации движения «Молодые профессионалы» на безвозмездной основе перед Казанским чемпионатом мира. К 30 марта Путин ждет доклад Кабмина о создании на территории инновационного центра Сколково филиала Союза WorldSkills Russia. Между тем определился талисман Казанского чемпионата мира рабочих профессий 2019 года. В конкурсе на разработку концепции символа победил Максим Овчинников из Самары и его персонаж Скилси. Автор проекта теперь получит 100 тысяч рублей. Как говорят организаторы турнира, в ближайшее время образ талисмана будет дорабатываться и его имя может быть изменено. Татарстанский Роспотребнадзор после массового отравления боярышником в Иркутске изъял 133 литра лосьонов. Региональное ведомство после соответствующего декабрьского постановления федерального руководства проверило 446 магазинов. Санитарные врачи обнаружили в них 465 бутылок лосьонов общим объемом 133 литра. На всю эту продукцию и наложили арест. При этом Роспотребнадзор продолжает искать места, в которых еще не приостановили торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Ее продажу на хомнин запретили в стране после того, как в Иркутске от отравления жидкостью для ванн-боярышник в середине декабря скончались более 70 человек. Это были новости экономики. До встречи.